приветствую вас хотел вам делать маленькое историческое видео почему посмотрел документальный фильм не я снимал сразу бибиси про австро-венгрию точнее про крах закат австро-венгерский классно действительно задолжна понимаете чем прелесть bbc они действительно снимают как бы фильм чтобы смотреть там нет но за случай сложный упрекнуть том что они там уж очень толкали идею великой смотрите какую мысль момента понятное дело что у нас есть такая популярная тема что российская империя по этой причине рухнула виноват николай николай трое был такой никакой плохой так дальше по этой причине империя развалилась ну давайте ответим на вопрос хорошо а давай а если бы ну александр третий не умер остался бы живы грубо говоря был бы пират тысячи этот семнадцатом году развалилась бы империя или нет ну понятное дело что в истории всегда говорить как бы так как бы не существует но есть компания за это критическое мышление да да не удивляйтесь мало того сказать вы читали работы философов наверно вы слышали 6 такой дилектический материализм и соответственно дилектическая логика не удивляйтесь смотрите да действительно александр третий умер ну тот скажет рам но действительно по очень высокий вещей если взять другими так сказать другими представителями российский не только российских императоров некоторые жили дольше вы конечно не знаете что император австро-венгрии фиосифран франции франции жил очень ужасно то есть он дожил до такого возраста что ну мягко говоря над ним уже на потешались но действительно был довольно стар и как старый человек да выглядел уже по старым но он очень долго действительно был очень долго и вот если посмотреть по истории австро-венгрии когда вы смотрите какой стабильный император ведь хотя последним был не он мало кто знает последний был карл это дело такое не буду вам усложнять историю австро-венгрии потому что во первых вы не знаете надо очень много рассказ но действительно в австро-венгрии был долго очень долгое время был император не умирал а в россии да николай извиняюсь александр третий действительно москать рано умер понятно есть две гипотезы первое ну понятно что есть противники всегда и говоря что александр третий был хронист алкоголик и умер заход сразу официальных каких-то документов подтверждающих хронист алкоголик то что он пил ну так как то не соответственно официально считается что у него были слабые почки ну то есть здоровье просто сам по себе то есть умер потому что хотя на вид он и смотрелся грозно но по состоянию здоровья был слабого и умер потому что ну может быть действительно если медицина была получше то он бы дольше прожил но так случилось что медицина помощь не знаю знаете ли вы нет что николай второй не должен был бы стать императором планировали что император будьте обрад старший брат георгий не удивляется такая вообще-то интересно дать его георгий 1 но он умер причем я забыл какую-то по-моему вы спутать но такая болезнь как бы то ли онкология то ли чахотка ну что-то действительно конечно то есть николай троне не планировали делать император то есть планирует делать его старшего брата его учили и покатали вы когда было александр третий жил он старшего сына обязательно брал на заседание государственного совета то есть он вникал в дела то есть он его подготавливал на замену чтобы правильно под николай не готовили потому что считали что вот его функция туда он будет там как николай николаевич дядя который ну он был то конечно начатками императора николая первого но так получилось что умирает наследники соответственно николай неожиданно во-первых он женится фактически на невесте своего брата не удивляйтесь и вот действительно стоит император понимаете какая ситуация я понимаю что при нем действительно империя развалилась и понятное дело что большая часть историков винит его в этом и тут и распутин и жена и все что угодно ну давайте так если вы когда-то случайно почитаете ну хотя бы хронологию событий во времена царства николай просто хронологии нет ни вот этим пилистрические рассказа хронологии что зачем вот что делал что не делал как он означал найти хронологию а потом почитать примера хронологию александр третью александр второго нормальный то есть ну но ничего не делал такого чтобы развалить российский он делал практически все вообще по большому счету его многие обвиняли и при жизни что он тень отца он делает как отец да он практически вот если посмотреть его действует александр третий считал что император абсолютная империя должна оставаться николай трой то же самое то же самое он был абсолютный сторонник абсолютной империи по этой причине законодательной исполнительной судебной власть в император ну там случае как вы понимаете в императорском дворе и соответственно друзей да все четко и только действительно вот эта революция 905 года его заставила он не хотел он сопротивлялся до последнего подписывая манифест 16 октября 16 октября 16 октября он не хотел его зашли дуб ужас не хотел по этой причине и постоянно загонял закрывал ну жутко не хотел он был александр третьим и вторым третьим вот такая ситуация но что сказать понимаете империи свое отживает то же самое российское чем напомню первую мировой войну вступил российской империи австрогенской империи османская империя как тебя забывают но тоже империи это старый очень ужасно ну если вы сравните примеру перри великобритании это молодо на тот момент на момент начала первой мировой войны великобритании это молодая германия молодой а российская австрогенская империя очень старая ну самое интересное если посмотреть то она где-то ровесница османской империи ну по возрасту да ну 300 лет не 300 лет если официально считать вот начало восемнадцатого века да ну австро-венгерская тоже по большому счету и тоже можно сказать она тоже довольно старая ну вообще вначале было австрийская потом я на там пошла реформу стал австро-венгерская суть не менялся опять же франции франции оси все равно считал абсолютно империя получит всего и почему напомню хочу напомнить потому что понимаешь с памятью проблема жуткого страшно где сейчас австро-венгерская она распалась в результате первой мировой войны ну сейчас есть австралий соответственно есть чехия словаки но вы знаете что они в венгрии да потом ну вы знаете была юрославерс вообще по большому счету когда распалась австралии было понятно что я слайду не надо было делать вообще первоначально она же не называлась у вас лавит сербия воспользоваться тем что мы участники первой мировой и так дальше и фактически фактически на штыках и скажем на власти франции великой британии была создана сначала объединенное королевство хорватии и сербии которая была понятна она не может существовать разные страны намертво раз а потом появился слайд который конечно развалилась вот понимаете вот этой киес то что называется исторический ошибка исторический фантом когда вы склеиваете проходит время на разваливается нельзя было клей самое начало славения хорватия сербия босния черногория все он уже было понятно но не давайте намутим намутили так и российская империя она свяжет даже если был были александр третью но дожил бы ну может быть там по-другому как бы закончилось может быть его на штыки подняли солдаты может быть он успел убежать вообще по большому счету знаю знаете или нет который мог избежать расстрела смотрите когда утрекся что правильно ходит тот момент по большому счету про него даже немножко подзабыли поперется все класс замечательно тогда и когда он отрекался в общем то было как бы решение это наше временное правительство что давайте пускай он поедет за границу всех происходно понимали что он может поехать в великобританию там как бы родственники там будут доживаться и все действительно уже было готово к тому что он сейчас ну финляндию не вы сами понимаете что творилось финляндия потом швеции и конечно куда бедно бы до великобритании добраться и наверно даже заболели девочки на скорлоке просто заболели ну вы не удивляйтесь в то время даже дочери императора заболели и соответственно как бы ну примерно что в таком состоянии давайте сейчас они выздоровеют и тогда поедем причем все готово да но получилось что так события быстро менялись что когда девочки выздоровели уже уже было немножко двое правительство практически и уже началось и пони и не 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 надо давайте сначала царско-сельское село потом ссылка так дальше так что это общем то это дело но еще раз обращаю ваше внимание российская империя так сам как и австралийская османский просто и действительно если бы тогда на штыках большевиков именно штыках и создали ссср то было республика россии республика беларусь ну вы сами знаете что было республика эстония литва соответственно финляндия республика тоже образовалась на развалинах российской польской республика тоже на развалина лапки ну хочу напомнить что когда пришел октябрьский переворот были отменены все договора про протекторат и фактически стала независимой хивинское ханство бухарской эмиратство и в каком-то было возродилась так звана катанская автономия раньше была катанде ну пока не что правильно было катанская ханство и по большому счету опять же если эти большевики ну скорее всего действительно сейчас бы наверное может называли узбекистан называть партийминская уже республика скорее всего туркменская тогда казахская ну это что было соответственно республика азербайджан армения и грузия тоже знаю помните российской империи когда развалилась образовались более-менее нормально исторический ход событий начался нормально и он должен был так нормально развиваться так само как сейчас есть австрия есть венгрия и никакому дюту в австрии сейчас надо вернуть искон австрийские земли захватить венгрии бред бред а у нас получилась ситуация что большевики решили нарушить ход истории 70 лет потеряли пустую в сэр это просто потеря историческая ошибка я много раз говорил что в истории 100 лет это на таблине да для вас это много истории но исторические события за тысячу лет меняется 100 лет чепуха но по этой причине 70 лет для истории это чепуха но потерять для людей тогда и в результате получать сейчас мы догоняем сейчас мы вот пройдет 70 лет действительно есть россия из украины из беларусь если там же никому бредовые идеи а сейчас да сейчас на это все загоняем вот такой нюанс но опять же это моё историческое видео ваше мнение может быть другое а какое правильно решать с вами благодарю за внимание пока